Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Пришел мне наконец-то второй пин, тоже GP Pointer, только другой расцветки. Хочу взять и сравнить два китайских пина на точность исполнения. Посмотреть, как они реагируют на монетки. Посмотрим, как они реагируют друг на друга. И что мне понравилось, что каждый пин имеет свой личный номер. Хорошее исполнение, крепкий пластик. Ну и посмотрим, как они работают. Видите, уже один включил. И он где-то с 10 сантиметров обнаруживает второй. То есть, рядом где-то сантиметров с 30 они начинают видеть друг друга. Сейчас попробуем провести тест на монетки. Включаем пин. Берем сначала зеленый. И смотрим. Беру крупную монету. Три копейки Николая Второго. Три с половиной сантиметра он ее видит. Тест по воздуху. И путь в земле он будет ее видеть сантиметров с трех. Чем ближе подносим монету, тем больше учащается звук. Боковая линия 3 сантиметра. С этой стороны точно так же. Возьмем 3 копеечки ранних советов. А 3 копейки ранних советов видят чуть более 4 сантиметров. Очень интересно. Ну, медную тоже цепляет 4 сантиметров. Ну, троечку увереннее как-то он засекает. Сбоку 3 с половиной сантиметра. Возьмем маленькую монетку 10 центов Литвы. 4 сантиметров не видит. 3 с половиной не видит. 3. 2 с половиной сантиметра. А на ребре видит только вплотную. Кстати, интересно, как он засекет медную монету с ребра. Ну, примерно полтора сантиметра. Попробуем ранние советы. Практически поднес вплотную. Видите? Медь видит получше. Ну и монета сама толстая. Ну, теперь проверим и протестируем черный пин. Начнем с 3 копеек медных. Три с половиной сантиметра. Даже 3.3. 3.3. Чем ближе, тем тоже больше пульсирует. На ребре видит где-то сантиметр. Боковая линия 2 сантиметра. Три не видит. 2 с половиной видит. Как-то зеленый мне понравился. Пусть пол сантиметра разница, но это существенно. Ранний совет 3 копейки видит с 4 сантиметра. Ровно ввожу по линии. Смотрю, как держишь монету. 4 сантиметра видит. На ребре практически вплотную. Сбоку видит. Это 2.9. 2.9. 3. Возьмем маленькую монетку. 2.5 сантиметра. 3 уже не видит. 2.5 видит. На ребре вплотную подношу, тогда только замечает. Боковая линия. Боковая линия. Чуть меньше 2 сантиметра. 2 сантиметра не видит. Цепляет, но не видит. Чуть меньше 2. Тогда замечает. Ну вот, друзья, как видите, китайцы все-таки не все делают одинаково. Зеленый мне понравился больше. На этом, друзья, буду заканчивать свой тест. Как видите, все-таки заказ Пина из Китая это лотерея. Может достаться более мощный, менее мощный. Неизвестно, сколько они проработают по времени. Но цена 15 долларов, согласитесь, это очень невысокая цена для данного Пина. Поэтому, если его хватит даже на пару месяцев активного использования, я считаю это очень хорошо. Все, друзья, спасибо. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, что комментируете. Спасибо, что поддерживаете мой канал. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok